Вы слушаете канал GH.Club – Великий Смог в Лондоне. Кто из нас не видел тумана? В России нет таких людей. Смотришь на светло-серую или серебристую пелену, наполненную влагой, а сердце почему-то начинает наполняться какой-то грустью. Если глядеть на туман долго, то можно испытать совершенно противоречивые чувства, тревогу или, напротив, почти неземное спокойствие. Да, туман умеет очаровывать, особенно когда он поднимается на рассвете дрожащей таинственной мглой. Но туманы вызывают не только грезы, они еще и помогают жить. Жители пустыни Атакама получают воду, собирая ее из утренних туманов с помощью туманоуловителей, влага конденсируется на их нейлоновых стенках и стекает вниз, в резервуар. А вот африканскому жуку, который обитает в Намибийской пустыне, приборы не нужны. Насекомое покрыто особыми буграми, на которых оседает влага в виде тумана каждое утро. Капельки по желобкам текут жуку прямо в рот, таким образом утоляя жажду. Ученые подсчитали, кубический сантиметр густого тумана содержит более 1200 капелек воды. Капли в тумане имеют размер всего около 0,01 мм. Это природное явление появляется, когда вода испаряется с теплой поверхности в холодный воздух или когда теплые воздушные потоки охлаждаются. Обычно туман исчезает, когда воздух достаточно прогревается. Но туман может не только давать жизнь, он способен и убивать. Смог – это своеобразные коктейли с тумана, выхлопных автомобильных газов и дыма, которые выбрасывают промышленные предприятия. Между прочим, до некоторых пор – главная визитная карточка Лондона. Со смогом связана одна из самых жутких страниц в истории английской столицы. 5 декабря 1952 года теплый ветер почему-то не прошел над Лондоном. А, напротив, остановился над мегаполисом, словно закрыв его гигантской газовой крышкой. Дышать тогда в городе было нечем в прямом смысле этого слова. За несколько дней от удушья скончалось более 5000 человек. Туман был очень плотным. Аэропорты были закрыты. А «скорые» ехали со скоростью 5 км в час. Когда туман проникал в здание, то даже в комнатах было плохо видно. Великий смог рассеялся только через 5 дней, когда подул ветер. Британское правительство инициировало исследование состава воздуха в Лондоне, дабы обнаружить причины сильного загрязнения. Вскоре британское правительство приняло закон о чистом воздухе. В городах, особенно в Лондоне, строго предписывалось использовать исключительно бездымное топливо. Продолжение истории читайте на сайте jah.club